Вот так выглядит настоящее счастье в понимании супругов Вавиловых. Посиделки на диване в окружении детей. Их в семье теперь восемь. И пятеро ребятишек появились совсем недавно. Сначала в новую семью пришла Люба. Она рассказала, что в детском доме остались еще братик и сестрички. Через полтора месяца Вавилова, не раздумывая, забрали к себе еще четверых ребятишек. Конечно, размышляли, что и возраст, потому что самые старшие уже скоро 15, младшему только 5. Поэтому уже такие подростковые возраста 14-12, Даши 10. Конечно, возрасты все такие фактически одинаковые. Тут же они переходные, уже и подростковые. Сложностей очень много в таком возрасте. Взять детей сначала решила Елена. Супруг Павел поддержал. Сам рос в многодетной семье. Собственные дети приняли Любу, Иру, Дашу, Веру и Пашу как родных. Подружились с первой минуты. Я их сразу, с первого взгляда, полюбила. Они мне сильно понравились. Ну, они как бы... Сначала я их увидела, сначала я их обрадовалась, что они у меня есть. Потом, когда уже познакомились, уже сильно полюбила их. Теперь и Лена, и Павел не представляют жизни без большой семьи. Дети не столько забота, сколько поддержка. У Иры, например, настоящий кулинарный талант. Она может самостоятельно кормить всю семью. Лучше всего удаются супы. У меня появился интерес после того, когда я приехала сюда. Я смотрела, как мама готовит. И потом она сказала, хочешь научиться? Я говорю, хочу. И она меня стала учить. А вот ее сестричка Люба, будущая пианистка. Родители купили ей синтезатор. Теперь ни один день не обходится без репетиций. Ну, потому что это была моя мечта. Я рассказывала, что это моя мечта. И так состоялось, что родители купили мне его. И моя мечта как бы сбылась. Дом у Вавиловых небольшой, но места хватает всем. Есть отдельная комната для мальчиков, две для девочек. Единственное, чего пока нет, большой машины. Сейчас всей семьей приходится ездить на стареньких «Жигули», которые глава семейства чинит практически каждый день. Семья большая, мы хотим выезжать. Ну, как бы, приходится два рейса делать. На машину есть, как бы, слабенькая такая, мотор ломается. Еще одна мечта – накопить денег и всем вместе съездить в Израиль. Вполне возможно отправиться туда с семьей, которая станет еще больше. Вавиловы считают, для полного счастья им не хватает еще одного ребенка. Виктор Буро, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.